Если вы уже пробовали в блокноте редактировать конфигурационные файлы опенхаба, то наверняка заметили, что весь код там одного цвета, и порой разобрать, что там к чему, бывает проблематично. Подсветка синтаксиса – это важная функция инструментов разработки программного обеспечения. Она облегчает чтение компьютерных программ и улучшает визуальное восприятие написанного кода. Вот смотрите, как лучше – так или так? Я думаю, ответ тут очевиден. Сейчас я вам покажу, как добавить подобную фишку в популярный текстовый редактор Notepad++. Для этого перейдем к компьютеру и откроем в браузере вот такую ссылку. Ищите ее в описании под видео. Это опенхабовская документация по текстовым редакторам. Тут основной упор идет на Visual Studio, но о нем поговорим позже. Также у опенхаб есть интеграции с другими текстовыми редакторами. Такими как MC Edit, Notepad++, Vim и так далее. Тут нас интересует как раз Notepad++. Его версия должна быть выше версии 6.2. Инструкция по установке находится вот в этой ссылке. Можете глянуть, если на видео ничего не поймете. Ну а мы жмем на эту ссылку и попадаем на GitHub страничку. Здесь жмем загрузить и качаем эти 5 файлов в виде zip архива куда-нибудь. Я сохраню его на рабочий стол. Достаем файлы из архива и копируем эти 4 файла. Теперь открываем Notepad++. Как видите, это файл item. И весь текст тут монотонно черный. Идем во вкладку синтаксисы. А там жмем открыть папку синтаксисов. В только что открывшуюся папку вставляем недавно скопированные 4 файла. Должно получиться вот как-то так. Все открытые папки можно закрывать. И теперь нужно перезагрузить Notepad++, закрыв и открыв его. Если у вас, как и у меня сейчас, ничего не поменяется, не расстраивайтесь раньше времени. Просто еще нужно позакрывать все открытые вкладки и открыть файлы заново. Тогда уже сработают новые правила выделения синтаксиса. Я снова открою этот же файл. Ну вот. Давайте еще файл с правилами откроем. И файл сайтмап. Все выделено цветом. Во вкладке синтаксис внизу появились дополнительные пользовательские установки для разных типов файлов OpenHub. Их можно выбирать и вручную. Но обычно в этом нет необходимости. Нужный тип будет выбран автоматически в зависимости от расширения открываемого файла. Вот такие пироги. Ссылку на архив с этими файлами я добавлю в описании под видео, чтобы вам проще было их искать. Спасибо за просмотр. Если понравилось это видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. А также поделитесь этим видео в соцсетях со своими друзьями. Это хоть немножко поможет продвижению этого канала. Критику, замечания, пожелания и предложения жду от вас в комментариях. На этом у меня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok